Сейчас у меня в гостях Юрий Рудаков, представитель Союза переработчиков дикоросов России. Юрий, первый же вопрос, кто такие дикоросы России? Дикоросы это не какие-то одичавшие люди, это дикорастущие ягоды, грибы, орехи, лекарственные травы. В общем, все то, что растет, дала нам сама природа и то, что является, по сути, уже базисом для органических продуктов. Получается, вы перерабатываете дикорастущие природные ресурсы, так скажем. Что вы с ними делаете дальше? Да, из дикорастущих природных ресурсов получается, ну, как простые вещи в виде там чая, в виде там тех орешков кедровых, которые мы покупаем в магазине. Но помимо этого есть и глубокая переработка. Из кедрового ореха делают масло, делают кедровую муку, из ягод делают различные джемы, соусы. Конфеты, в конце концов, кондитерские изделия из трав и хвои делают экстракты, которые применяются как для производства просто продуктов питания, так и для биологически активных добавок, которые идут в пищу людей. И люди при этом сохраняют свое здоровье. В общем, это очень не только вкусно, но и очень полезно. А скажите, пожалуйста, где находится ваше производство и какие у вас рынки сбыта на данный момент вашей продукции? Да. Ну, производство находится практически по всей стране от Сахалина до Калининграда. Это север, юг. Основная часть заготовок, конечно, идет это таежные зоны, тайга, леса, где, скажем так, растут самые чистые, самые насыщенные по вкусу ягоды, грибы и орехи. Ну, сбыт. Те компании, которые уже, скажем так, подросли, они продают через сетевые магазины. Небольшие компании работают на локальных рынках, продают через интернет-магазины. На данной выставке очень много наших компаний, которые производят продукцию из дикорастущих растений. Ну и высшая лига – это те, кто продают свою продукцию на экспорт. Поскольку основные рынки – это Европа, Китай, Соединенные Штаты Америки и другие страны. Там продукции из дикоросов пользуются, ну, скажем так, колоссальным спросом. Конечно, есть свои правила, они зачастую очень жесткие. Но есть куча программ, в том числе российского экспортного центра, которые помогают преодолеть не только какие-то финансовые барьеры, но и административные. Юрий, такой заключительный вопрос для вас. Какую цель, задачу, программу «Максимум» вы поставили на эту выставку? На эту выставку цель программы «Максимум» – это на сегодняшний день мы подписали соглашение с провинцией из Китая. И сейчас главная задача стоит отправить туда бизнес-миссию и, соответственно, хотя бы в течение года начать поставлять продукцию в их супермаркеты. Это вот, наверное, задача «Максимум», ну, а также очень много европейских коллег из Италии очень интересуются нашим кедровым орехом, из Аргентины коллеги. Ну, вот, собственно говоря, помимо внутреннего рынка мы хотим показать нашу продукцию дикоросную для наших гостей, для наших партнеров из-за рубежа. Для меня, как для любителя кедровых орехов, почему так мало представлено кедровых орехов сейчас на данный момент на прилавках магазинов по всей стране? Ну, видите, у дикоросов есть одно серьезное такое обстоятельство. В отличие от культурной агропродукции, дикоросы мы можем полагать только на, скажем так, доброту матери природы. И прошлый год был неурожайным для кедрового ореха. Вообще, кедровый орех, у него урожай в среднем раз в 3-5 лет. И до этого были неурожайные года. В этом году хороший урожайный год, но продукция еще сейчас едет, скажем так, из таежных глубин, едет через производство, через предприятие, скажем так, на полке магазинов. Поэтому, ну, я думаю, что к декабрю мы увидим большее количество ореха. И я искренне надеюсь, что большее количество позволит снизить цену на кедровый орех. Юрий, спасибо вам огромное. Кушайте кедровый орех, ведь он полезен для мозгов. И не только. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!